Особенности голосования на участках не должны показаться людям чем-то необычным. Ко многому мы уже успели давно привыкнуть. Маски и перчатки обязательны. Если что, их готовы будут дать прямо на входе. Там же измерят и температуру. Если она ниже 37, можно двигаться дальше, к избирательной комиссии. Встретит она вас также в средствах индивидуальной защиты. Показали паспорт, на пару мгновений лицо из-под маски, оставили подпись и вперед делать волеизъявление. После заполнения избирательного бюллетения, избиратель опускает его в сценарий ящик для голосования. Здесь все традиционно без изменений и уходит в соответствии с рекомендациями. У нас разграничиваются потоки на вход и на выход. Разобраться с движением на участках для голосования людям поможет разметка в виде стрелок на полу или специальных табличек. На выходе всем будут предлагать также высказаться по трем позициям. Проголосовать за присвоение Самаре звания города трудовой доблести, сказать спасибо врачам, отправив им открытку и поучаствовать в викторине, которая посвящена 170-летию в Самарской губернии. А вот действительно особым образом волеизъявление народа будет проходить во время надомного голосования. Члены комиссии в квартиры заходить, как это бывало раньше, не будут. Они попросят вас на пороге показать паспорт, а перед дверью оставят урну и положат на нее запечатанный пакет с бюллетенем. Это конверт для голосования вне помещения для голосования. В него входит бюллетень, памятка, заявление для того, чтобы избиратель расписался в нем, а также индивидуальные средства защиты, в частности маска, перчатки, салфетка и индивидуальная ручка. Он должен будет его забрать, закрыть дверь, заполнить документы и нам уже их потом также в пакете вернуть. Процедура голосования за поправки в главный закон Российской Федерации будет проходить не только 1 июля. Поставить галочку можно будет, начиная с 25 июня. Это сделано специально, чтобы развести потоки участников голосования и избежать скопления граждан в один день на избирательном участке. Кирилл Козин, Андрей Авдеев, Новости губернии.